МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город уходит в море. И это не просто красивая метафора. Петербург активно расширяется на те территории, где еще недавно лискались волны Пинского залива. К намыву в южной части Васильевского острова мы уже привыкли. И вот на этой неделе были озвучены результаты заседания городсовета Петербурга, где обсуждался эскиз намыва с северной части. Результаты голосования. 19 за, 11 против. Формально эскиз одобрен большинством голосов, но не единогласно. Среди авторитетных мнений звучала и поддержка, и непримиримая критика. Вот, например, как высказался по поводу проекта ректор Академии художеств Семен Михайловский. Я не понимаю идею. Основную. Я не вижу здесь инфраструктуры. Никто не рассказывал о том, какая здесь будет жизнь. Но это же как бы архитектура, это не просто планировочное решение, просто наставить вот эти кубики или там что-то. Но рассказать как? Не то, что там сказать. Вот у нас по заданию должно быть столько детских садов, столько там школьных учреждений, вот столько это. Вот и мы это выполнили. А вообще как-то, ну, описать это? А вот мнение в поддержку проекта от архитектора Сергея Орешкина. Его архитектурное бюро разрабатывало облик зданий, которые можно наблюдать в уже реализованной части Южного Василиостровского намыва. Мне кажется, хорошо, что приедут новые люди разные, там с разных регионов страны. Во-первых, молодежь, это все-таки такая активность определенная. Они за собой потянут социальную инфраструктуру, детские сады, школы, там преподаватели, рабочие места. Потом это общественная функция, кстати говоря, отдельная история. Они же должны где-то отдыхать. Сама идея намыва на Васильевском острове получила начало еще в 2005 году. Вот кадры со спутника, которые наглядно показывают, как развивалась эта территория. Жительницей этой части намыва Елены прогуливаемся по единственному относительно зеленому островку. Сосновый парк, разбитый по инициативе одного из застройщиков. Видно, что не все деревья приживаются в песчаной почве. Но лучше места для прогулок тут не найти. И в целом жизнь здесь, по словам Елены, можно охарактеризовать как остров на острове. Ну, если выезжать, допустим, с 8 до 9 утра, то можно минут 15-20 стоять, ждать. А если там еще фура встанет на пути и будет стоять, ждать, то это, конечно, можно и на час. Пример того, когда инфраструктура не успела за жильем. Да, можно сослаться на сложность проекта, согласование, изменения, переработки. Но сама идея намывных территорий – это опыт не 21-го, а еще 20-го века, эпохи Ленинграда, когда после окончания Великой Отечественной войны вопрос массового жилищного строительства стал вопросом государственной важности. Если бы мы оказались здесь, ну, лет 70 назад. Это был бы Финский залив здесь. Профессор архитектурно-строительного университета Рашид Мангушев поясняет, идея обширных намывных территорий появилась в Ленинграде на исходе 40-х. Если довоенная концепция предусматривала расширение города на юг, то новая – на север. Идея крупного жилого массива, максимально близкого к центру, на Васильевском, оказалась наиболее благоприятной. Кроме вот этого намыва, мы еще имеем намыв, ведь в северо-западной части вот то, что мы сейчас видим, вот эти районы. Это вот там, Приморский район. Да, Питерленд, Яхтенная улица, так называемая северо-западная часть Приморского района. Это все была территория Финского залива. И вот в 60-х годах, я помню, еще мальчишка, ехали на электричке в Сестарец, слева и справа находилась вода. Архивные кадры конца 70-х. Именно так ленинградские гидротехники и строители буквально отвоевывали у залива новую территорию. А вот как это происходит сегодня. Крупный петербургский застройщик, ЛСР, именно он получил эту территорию в пользование, уже приступил к подготовительным работам. Это вообще что за камень? Это гранит. Для того, чтобы намытую территорию в шторма не размыло. Ага. Да, то есть есть же ветроволновое воздействие. У нас Финский залив этим славится-то как раз. Вот чтобы не замельчал именно Финский залив от нашей городской территории, проектом предусмотрено временное береговое укрепление, которое как раз и делается из гранитного камня. Технология уже испытанная. Сначала первый слой, выравнивание одна, затем два инженерных слоя для будущих коммуникаций, канализации, теплотрасс, водопровода. И только потом слой, на котором будет ввестись строительство. Начать планируется 15 июня. И это не прихоть, закон. Пока не закончился нерест ценных рыб Невской губы, все работы на воде под запретом. В итоге превращается с помощью людей в огромный производственный цикл, который будет идти не один год. Вот только в нашей части подготовительных работ там все это занимает порядка пяти лет. Планируется, что до конца 2026 года северная часть Намыва будет полностью завершена. Технически. Застройка территории уже предмет отдельного планирования. Да, для крупного городского застройщика это знаковый проект. Но то, что хорошо для крупного бизнеса, не всегда бывает понято и принято простыми горожанами. Для этой семьи Намыв сосед совсем нежелательный. Пыль на окнах теперь приходится убирать не раз в месяц, а два раза в неделю, уверяет глава семейства Антон. Бесконечный шум от стройки, плюс в перспективе неизбежная потеря вида на залив, которая, по ее словам, еще не самый большой повод для беспокойства. Вот как изменилась жизнь от того Намыва. Она изменилась в том смысле, что для поезда к школам мы тратим полчаса туда, полчаса обратно. Это в лучшем случае. Ну и вот вы просто опасаетесь, что будет так же. Ну, будет хуже, потому что люди здесь добавятся, инфраструктура не добавится совершенно очевидным образом. У нас есть пример перед глазами вот этого Намыва, где ничего. Учитывая социальное напряжение, которое растет буквально с каждым намытым квадратным метром, проектом запланировано 3 школы на 3300 учащихся, 6 детских садов на 1130 мест, больница на 215 коек. На бумаге все идеально. Теперь на совести бизнеса оправдать ожидания жителей. Да, строительство с использованием территорий около берега это масштабно, красиво и инвестиционно привлекательно. Это показывает и мировой опыт. Например, парк Исткост в Сингапуре на месте моря. Знаменитая Сиднейская опера тоже Намыв. Оперный театр в Осло. Но у Петербурга есть географическая особенность, которая серьезно ограничивает этот способ развития. Подверженное наводнение муськи Неву и комплекс защитных сооружений. Итак, представим образно акваторию Финского залива. Вот у нас жилой массив на побережье. Вот комплекс защитных сооружений, он же дамба. Вот сам Финский залив. Задача дамбы защищать город от нагонной волны, которая провоцируется сильным ветром. Для чего судопропускные сооружения в комплексе закрываются. Но в воде, которую постоянно приносит Нева, тоже нужно куда-то уходить. Поэтому время, на которое можно закрыть дамбу, ограничено площадью так называемого водного зеркала, то есть поверхности залива, этот параметр и был заложен в 73 годы при проектировании комплекса. И вот что происходит, когда мы начинаем бесконтрольно намывать территории. Задачка по физике для восьмого класса. Вот тут намоем. Так называемое водное зеркало начинает сокращаться. Уровень воды начинает подниматься, подтапливая берега. Полная иллюстрация Пушкинский строк. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Руководство КЗС уже отвечало на запрос петербургских депутатов о влиянии новых намывов в прошлом году. И в нынешнем позиция тоже неизменна. За годы, прошедшие с начала строительства дамбы, площадь водного зеркала Финского залива сократилась на 10%. Пропорционально сократился и безопасный промежуток, во время которого судопропускные сооружения можно держать закрытыми. Теперь это меньше двух суток. Дамбы не перестанет защищать Санкт-Петербург от нагонных наводнений, которые приносят основной ущерб и от той волны высокой воды, которая идет с Балтийского моря. Но мы будем подтоплять территории и центра, и Васильевского острова, и Петроградки за счет подъема уровня воды в Невской губе за счет реки Нева. Именно поэтому в Законодательном собрании Петербурга прорабатывается инициатива. То, что зафиксировано в генплане на данный момент, доделать. От будущих намывов отказаться. Поясняет и с точки зрения депутата, и с точки зрения географа, необходимость этих мер член комиссии по городскому хозяйству депутат Михаил Амосов. В основном это вот к северу от пассажирского морского порта и еще там несколько кусочков Крестовского острова. Вот это можно доделать, потому что это уже сегодня есть в Законе. А вот дальше двигаться ни в коем случае не надо, потому что это создают риски, экологические риски. Надо очень тщательно продумать, что мы делаем вот с этой территорией, которая будет создаваться на Васильевском острове. Да, несмотря на сложность, дискуссионность такого масштабного проекта, как намыв, это все же один из важных инструментов развития города. Особенно такого, как Петербург. Но как и любой инструмент, он требует очень тонкой настройки. И права на ошибку нет. Ведь от того, где мы поставим запятую в предложении «намывать нельзя оставить», и будет зависеть, в каком Петербурге мы будем жить в ближайшие десятилетия. Антон Цуман. Пульс города.